Собственно, это вся моя декоративная косметика. Я обязательно сейчас вам расскажу про каждый элемент своей коллекции, потому что я их выбирала очень долгие годы. И практически все здесь отобрано исключительно идеально для меня. Этого количества мне хватает, чтобы сделать макияж любой, причем как вечерний, так и дневной. Итак, начнем разбирать и мыть мою маленькую коллекцию косметики. И я вкратце буду вам рассказывать о каждом из продуктов и, возможно, что-то почищу или выкину. Так, начну с денюшечек. Первое, что мне попадается, две вот такие однушечки от фирмы Malva в персико-бежевом оттенке и в коричневом. Брала их для того, чтобы делать дневной макияж. Этот на основной веко, этот на складку века. Очень классное качество теней, хорошо держится и мало стоит. Очень довольна ими. И они, кстати, не очень сильно пылятся, поэтому с ними работа минимальна. Следующая палитра, это палитра от Ruby Rose, которую я обожала, когда она ко мне пришла. Она очень дешево мне обошлась. И здесь очень много оттенков. Даже есть консилер или это база, я вот так и не поняла. Прям можно сделать любой макияж, но, по-моему, от нее у меня началась аллергия. Я, конечно, дам ей еще один шанс, но если она не оправдает мои надежды, то, возможно, я ее выброшу. Очень часто в таких тенях, где много рефилов, грязнятся вот эти вот бортики. И я увидела давно лайфхак, как можно их почистить и активно им пользуюсь. Берем любую плоскую баночку, у меня это тени Maybelline, наматываем салфетку на любую, в принципе, сторону. Я наматываю на крышечку вот так, чтобы она тоже была плоской. И просто проходимся по этим рефильчикам. Но этот лайфхак работает, если тени втоплены в палетку. Если тени находятся на одном уровне, видите, сколько грязи, то лайфхак не сработает, и нужно обратить на это внимание, потому что новые свои тени я пыталась так почистить, и у меня ничего не получилось. Вот, и палеточка чистенькая, все вот эти переходики чистенькие. Нужно еще раз поменять. Очень грязная, конечно, она у меня была. Но видите, сколько грязи собрала салфетка. И, собственно говоря, давайте расскажу вам про вот эти тени, которыми я вытираю остальные свои тени. Это Maybelline 24 часа Color Tattoo. Конкретно какой оттенок я вам не скажу, потому что этикетки нет. Брала его в качестве базы под тени. Неплохо справлялся со своими свойствами. Они еще рабочие. Но как-то я ими не пользуюсь, но нужно, я чувствую, добить. Просто нравится упаковочка, да, и, в принципе, удобно мне вытирать остачу. Следующие оттени, это когда-то была новинка от Glamby. Сейчас Glamby совсем поменяли свой бренд, внешнюю упаковку. Но у меня осталась еще вот эта палетка. Berry Velvet называется. Брала ее для того, чтобы делать яркий дневной макияж. Но кроме вот этих двух, даже трех оттенков, я больше ничего не использую, потому что она достаточно ядреная. Очень сильная пигментация у теней. И темные оттенки я использовала только для макияжа на Новый год. В общем, если делать какой-то тематический мейк для фотосессии или еще куда-то, эти тени классные. Но на каждый день они слишком интенсивные. И без базы подтеней они, конечно, наносятся не очень хорошо. Но пока храню, нравится. Посмотрим, что будет дальше. Но в последнее время я ими даже не пользовалась. А дальше это те самые тени, которые невозможно выделить с помощью вот этого способа, потому что рефил у них находится на одном уровне с палеткой самой. Это моя новиночка, Maybelline Nudes. Заказывала на Makeup.ua, но лоханулась немножко в чем? В том, что мне показалось, что на сайте они стоят дешевле, чем в Еве. Но на самом деле это просто две разные палетки. Внешне по названию они называют, ну как, они выглядят одинаково, но по сути самая разница это в оттенках. Здесь более интенсивные контрастные оттенки. В Еве же продаются более нюдовые, более естественные на каждый день оттенки. И цена намного выше. Тем не менее, я этой палеткой очень часто пользуюсь. Мне безумно нравится качество этих теней. И она мне обошлась очень бюджетно. В плане того, как ее чистить, я еще не разобралась. Просто аккуратно буду проходить ватной палочкой, наверное. Это первый раз я буду чистить. Она сама по себе маркой, потому что у нее рефилы на одном уровне находятся. Видите? Я думаю, вы понимаете, они не втоплены в палетку. Из-за этого все очень пылится, если ей часто пользоваться. Так, это моя первая палитра теней из сегмента более дорогих, не бюджетных. Она только увесистая. Заказывала я ее аж из-за границы. На мейкапе тоже заказывала. Она очень офигенная. Она очень маркая у нее упаковка. Тоже брала для того, чтобы делать дневной макияж. Тут классное плодное зеркало. И вот такие разные оттенки. Я давно хотела тени Мейкап Революшн. И вот они. Я их получила. Но тереть их будет сложно. Попробую сейчас воспользоваться спиртиком и ватным диском, чтобы вытереть вот эти разводы. В средине же тоже так же получится вытереть этим способом. Тени очень классные, очень пигментированные. Если использовать на базу под тени, держаться будут весь день. Проверено. Дальше. Продуктов для лица у меня очень мало. У меня есть вот такие тенюшечки. Два бронзера. Одна пудрочка. И вот такая палитра. Что здесь у нас? Здесь у нас румяна, бронзер, хайлайтеры. И как это называется? И румяна. Так. Это у меня палитрочка от фирмы Глэмби. Тоже уже такой палитры нет. Это старые остатки. Сейчас у них абсолютно поменялся внешний вид этого продукта. Да и по-моему вообще такого уже нет. Очень хорошие, стойкие. Пользуюсь не часто, потому что не совсем понимаю вот этот вот хайлайтер. Но если мне хочется чего-то яркого, интересного, конечно, заложу сюда и использую. И мне здесь нравится очень вот этот рыжий бронзер. Хотя я его использую как румяшки. Мне очень нравятся рыжие румяшки. Прикольная штучка. Пока оставлю. Так. Дальше у меня есть вот такой маленький бронзер от фирмы Этуаль. Это даже не бронзер. Это пудра для контурирования лица. В ноль втором оттенке. Брала ее давно, когда еще работал в просторе. До сих пор она у меня хранится. Очень нравится. И тут очень классный хайлайтер. Вот такие маленькие тенюшечки от фирмы Белль. Они, конечно, классные. Но есть у них один недостаток. Слишком уж они крошатся. Прям очень сильно. У меня они, видите, уже побитые. Причем они мне не падали. Они мне не ударялись. Просто вот они такие сами по себе. Сильно сухие. Тем не менее, я их храню, люблю и уважаю. Дальше тоже от фирмы Белль. Мой любимый бронзер. Сберу. Он мне даже уже подстерся. Сейчас скажу. Какой-то 0,25 оттенок. Обожаю его. Просто не знаю без него жизни. Мне он нравится. Он не рыжит. Он не краснит. Он прям такой, как нужно. И на лето, и на зиму использую только его. Поэтому он у меня must have. Так, и последнее, что у меня есть. Это пудрочка от фирмы Everline. Матирующая банановая. У меня такая же была персиковая. Но она мне нравилась, честно говоря, больше. Банановый аромат мне вообще как-то не зашел. Но пользуюсь, потому что нету другой. И много мне вообще этих пудр, собственно говоря, не нужно. Немножко пылить. Но я почему-то полюбила такой вид пудры. Она очень невесомая и классно наносится. И хорошо держит макияж. Поэтому я довольна. Стоит дешево. Я никогда не думала, что я полюблю фирму Everline в плане пудры. Так что могу советовать. И я думаю, что я еще раз куплю себе именно персиковую пудру. Ну, здесь просто она банановая. Есть такая же только персиковая. Так, у меня здесь стоит вот такая мицеллярная вода от Ивроше. Но на самом деле здесь не мицеллярная вода от Ивроше. Здесь уже намешано столько этих вод, что я уже не знаю конкретно, какая из них здесь превосходит все остальные. Мне понравилась вот эта баночка. Я начала сюда сливать все мицеллярные воды, которые у меня заканчивались. И использую ее, когда у меня что-то потекло по макияжу. Но я думаю, что нужно перелить ее в более меньшую емкость. У меня есть такие маленькие дезаторы. И хранить ее именно так, потому что в этом варианте не очень удобно. Она очень большая. Это я сделаю потом. Есть вот такое мыло для бровей, которое я выброшу. Выброшу, потому что оно мне не нравится. Оно уже давно у меня лежит. И у меня тоже на него появилась аллергия. Поэтому его мы выбрасываем. Минус один. Дальше я вам покажу свои тональные кремы, которыми я сейчас не пользуюсь, потому что лета и жарко. Но на зиму я их люблю и на осень. Первый мой любимчик, что это Maybelline Super Stay 24 часа. Очень мне нравится. Очень удобный дозатор. Он очень грязный у меня. Надо его вымыть уже. Хороший крем. Конечно, тоже такой не дешевый. Зато имеет классное покрытие. Стойкий и плотный. Следующий это BB крем от Holika Holika. Брала в Еве по скидке. Тоже очень нравится. Он подстраивается под цвет кожи. И хорошо держится. Очень красивое получается лицо, оттенок лица. И в последнее время я использовала именно его. Но обязательно нужно припудрить, потому что здесь, по-моему, есть и SPF 30. И последний крем, который я покупала, просто по старому воспоминанию, это Infinite Tone от Maybelline. Раньше я им пользовалась постоянно. И решила попробовать его еще раз. Но потом съездила на море и перестала пока что пользоваться тональными кремами. Но на зиму, я думаю, я его добью. А да, девчонки, я забыла вам сказать про базу по тени моей новой фирмы Art Deco. В таком черном чубике. Очень нравится. Она, конечно, имеет очень странный запах. Вазелина со звездочкой. Но держит тени хорошо. И у меня от нее нет аллергии. Бюджетная была, поэтому я ее решила попробовать. И очень хорошо от нее отзывались. Да, действительно, она классная. Советую всем. И у нее очень милая упаковочка. И давайте еще пару любимчиков. И я буду просто подряд все чистить. Потому что видео что-то затянулось. Первое, что покажу, это мои любимые бальзамы для губ. Губ, который я использую в основном перед сном. Или на кутикулу. Или на участки, которые сухие на моем теле. Это у меня от фирмы Ariflame. Вот этот с виноградом. Вот этот, по-моему, с персиком. Они натуральные. Убегают. Здесь я уже достаточно его хорошо использовала. Здесь у меня практически новый. Мне очень они нравятся. У них классный аромат. Они действительно увлажняют. А еще эти милые баночки не оставляют меня равнодушными. Классно выглядят в полочке. И миленькие. И две моих любимых помадки от Avon. Матовые. Вот в таком оттеночке. И вот в таком ярком оттеночке. Очень люблю эти помады от Avon. Но мало пользуюсь. Потому что сейчас все ходим в масках. Я помаду особо не использую. Дальше я буду просто чистить все свои карандашики. Карандашики, все свои помадки. Карандаши я обязательно пересматриваю на то, подходит мне оттенок сейчас или нет. И если все хорошо, я обязательно его подтачиваю. Чтобы они у меня всегда были на ходу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok